Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. О начале Великой Отечественной войны жители Советского Союза узнали по радио. Первым с официальным обращением выступил министр иностранных дел Молотов. Позже его повторил первый диктор Советского Союза Юрий Левитан. Так начался страшный отчет 1418 дней борьбы, невзгод, лишений и героического противостояния многонационального советского государства и союзников гитлеровской Германии. Пусть ярость благородная слепает, как волна идет. Война народная, священная война. Война не прошла мимо ни одной семьи, везде есть своя история. И в нашей стране во многих семьях не вернулись с войны мужья, сыновья, отцы. Коммунистический союз молодежи Молдовы совместно с Лигой русской молодежи при поддержке хора «Рапсодия» провели патриотический флэшмоб «Память во имя мира», приуроченный к памяти трагических событий со дня начала Великой Отечественной войны. 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная война. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека? Мы, Коммунистический союз молодежи Молдовы, решили инициировать и провести такой флэшмоб, посвященный именно этой дате, потому что десятки миллионов пострадавших, погибших, потому что мы считаем очень важным помнить такие даты, проводить мероприятия, посвященные таким датам, так как это память о подвиге наших героев, дедов и прадедов, а также это возможность неповторения событий в будущем. Поэтому мы призываем всю молодежь помнить о таких событиях, чтить историю, чтить память. Это скорбная дата начала Великой Отечественной войны. Тогда наши деды, прадеды, бабушки, дедушки уходили на войну под песню, которая была сегодня исполнена участниками флэшмоба «Память во имя мира». Поэтому эту дату нельзя забывать, так как сегодняшние события в мире могут спровоцировать повторение действий, чего не стоило бы в наше время повторять. Субтитры создавал DimaTorzok